Здравствуйте, уважаемые жители автономии! В эфире программа «Диалог в студии». Для вас работают Валентина Чобан и мой коллега-звукооператор Павел Арнаут. В нашей студии вице-спикер Народного собрания ГГУЗИ Александр Тарнавский. Александр Григорьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашей студии. На завтра назначена очередная сессия, даже специальная сессия. В повестке дня «4 вопроса» и вы с вашими коллегами вновь возвращаетесь к обсуждению тех документов, принятых вами, но не подписанных башканом. Речь идет о таких изменениях, как члены исполкома должны в обязательном порядке владеть ГГУЗским языком. Еще одно изменение, внесенное вами и вашими коллегами, это по истечении полномочий члены исполкома и депутаты должны получать пособия в размере двух, а не шести, как это было ранее, среднемесячных окладов. А также еще одно изменение, это глава агентства по привлечению инвестиций и директор научно-исследовательского центра не должны входить в состав исполкома. Эти решения исполком не одобрил, не поддержал, более того, назвал их незаконными. Как вы отреагировали на подобное мнение, Александр Григорьевич, пожалуйста. Да, спасибо. Добрый день, спасибо за приглашение. Всегда приятно с вами пообщаться, ответить на актуальные вопросы, для того, чтобы общественность была проинформирована и имела объективную возможность разобраться в той ситуации, которая происходит. Действительно, на завтра назначено специальное отстание Народного собрания, где будут рассматриваться три проекта закона, которые были приняты большинством народных избранников, но не подписаны или не промальгированы главой ГАГУЗИ. Вначале хочу сказать, что у нас, по сути, автономия является президентской или башканской, то есть у нас очень сильная власть главы ГАГУЗИ. Во-первых, это высшее должностное лицо, во-вторых, есть право не подписания местных законов, и для того, чтобы преодолеть право вето, нужно две трети народных избранников. То есть это очень сильное условие для исполнительной власти, для главы ГАГУЗИ в частности, потому что, например, в Республике Молдова, если парламент принял закон и президент его не промальгировал, то в случае повторного голосования за этот закон не нужно две трети, а нужно простое большинство, и тогда президент обязан подписать законы. У нас нужно не просто большинство, но нужно две трети. Поэтому, конечно, глава ГАГУЗИ защищена в этом плане политически от Народного собрания ГАГУЗИ, но если мы преодолеем право вето, это говорит о том, что законопроекты носят очень широкий политический консенсус, раз разные группы, разные интересы депутатов находят общее понимание. Что касается этих трех законодательных инициатив, один закон связан с статусом депутатов Народного собрания, и два других с исполнительным комитетом. Если говорить о законе о статусе депутатом и об одном из законов об исполнительном комитете, это то, что вы спросили в части выходных пособий. Дело в том, что заработная плата народных избранников и членов исполнительного комитета, главы ГАГУЗИ, заместителя, она осуществляется согласно национальному закону, и в национальном законодательстве предусмотрена только выплата двух выходных пособий, поэтому мы гармонизируем эту норму с национальным законодательством. А вот что касается третьего закона об исполнительном комитете, то мои коллеги, авторы этой законодательной инициативы, они постарались более четче расписать взаимоотношения с законодательным и исполнительным органом ГАГУЗИ, в частности вводят некоторые дополнительные критерии, каким должен отвечать член исполнительного комитета, чтобы стать таковым. Помимо языка родного, ГАГУЗского, это всего лишь один из критериев, намного больше акцент сделан на том, что это должны быть профессионалы в своей сфере, и в принципе эти нормы абсолютно идентичны тем же нормам, которые предъявляются при утверждении членов правительства Республики Молдова, потому что по сути руководители структуры исполнительного комитета, местные министры, это должны быть очень высокопрофессиональные люди, которые в принципе отвечают за развитие той или иной отрасли в ГАГУЗИ, поэтому тут не надо стесняться этих вещей, даже в любую компанию, включая ГРТ, когда принимают работника, какие-то квалификационные требования выставляются, потому что человек должен профессионально выполнять свою функцию. Да, то есть тут никакого ноу-хау или каких-то, потому что было в сердцах массовой информации, что хотят узурпировать власть, подменять исполнительную власть законодательной, то есть тут никаких новшеств таких, да, экстраординарных, радикальных, это всего лишь утверждение вот тех критериев, о которых мы с вами говорили. Но вы при обсуждении с коллегами подобных поправок, именно этих, ожидали подобной реакции из полкома? Ну, вы знаете, в любом случае, исполнительная власть, законодательная власть, это автономные ветви власти, но в соответствии с законом они функционируют независимо, но в то же время во взаимодействии, да, для того, чтобы был результат. И, безусловно, когда одна из ветвей власти ставит какие-то дополнительные критерии, да, какой-то дополнительный механизм, то это в любом случае вызывает сопротивление от исполнительной власти. То есть, в принципе, ожидаемая реакция, единственное, эта реакция, мне кажется, должна быть не эмоциональной, она должна быть объективной, обмен нормативными, да, какими-то аспектами, а не широко это обсуждать, пропагандировать через СССР массовой информации. То есть, тут должен быть диалог профессиональный между ветвями власти. И, поверьте мне, когда скобки раскрываешь общественности, то все понимают, а там никаких радикальных вещей не существует. — Исполком поспешил с выводами и не разобрался в тонкостях внесенных изменений, сказал ваш коллега Георгий Ильич на эфире ГРТ. Согласны ли вы с его мнением? Потому как вот эта оценка — незаконные решения Народного собрания ГГУЗИ, оценка, которую дал Исполком. Скажите, действующее законодательство наделяет депутатов правом на внесение подобных изменений именно в структуру и состав Исполкома? — Безусловно, да. Вы процитировали слова Исполнительного комитета о том, что действия Народного собрания незаконны. Хочу сказать, что мы должны быть в своих выступлениях, особенно публичные люди, очень осторожными, потому что законные или незаконные решения Народного собрания может принять только третий ветвей власти — судебная инстанция. А все остальное — это как бы эмоции и не совсем точные выражения. Безусловно, исходя из нормы уложения, что Исполнительный комитет является подотчетным Народным собранием, и вытекают те предложения, которые были озвучены в том числе Георгием Георгиевичем, и еще раз повторяюсь, это обычная профессиональная практика взаимодействия с законодательной и исполнительной властью. — Депутаты уже заговорили о преодолении вета. Вы рассчитываете, что это случится, да? Вы знаете, при обсуждении этих вопросов мне показался, был найден широкий консенсус, поэтому, да, я рассчитываю, что действительно вето будет преодолено. — Спасибо. Мы работаем в прямом эфире, 2.49.60. Есть первый звонок в студию. Здравствуйте. — Здравствуйте. Я хочу Александру Григорьевичу задать вопрос. Ирина Власовна, каждый год давала просто 25 рублей на 5 месяцев, а в этом году что-то за ноябрь-декабрь нету. Вы слышите вопрос? — Да-да-да, спасибо. Слышу. — Вот Ирина Власовна, каждый год давала на 5 месяцев по 125 рублей, а в этом году за ноябрь-декабрь нет, за январь месяца начали давать по 125 рублей. Почему за ноябрь-декабрь нету? Это первый вопрос. И еще один вопрос. Вот пасхальный праздник в этом воскресенье будет. Дадут по 1000 рублей инвалидам и пенсионерам. Сказали, что дадут, не знаю, дадут или нет. Я инвалид детства, я живу одна, я из Капчака. Человек-давника Георгиевна. И хочу вас еще поздравить с наступающим пасхальным праздником. Дай Бог вам здоровья! Спасибо, Дамника Георгиевна. Начну с завершающей фазы вопроса выступления. Благодарю вас за поздравления. И пусть они будут взаимными для вас и для ваших близких. Что касается 125 лев, во-первых, глава Гагузии не дает никому по 125 лев в холодный период времени. Это выплата, которая шляется из бюджета Гагузии, центрального бюджета Гагузии, осуществляется за счет налогов, которые платят люди Гагузии. Поэтому я не знаю, почему такая фраза прижилась, что глава Гагузии. Эта выплата осуществляется из бюджета. Значит, я представляю законодательную власть, как депутат народного собрания. Мы утверждаем нормативные акты. Исполняет нормативные акты исполнительный комитет Гагузии. Поэтому в бюджете эти средства были заложены, были утверждены. Почему не выплачивает исполнительный комитет эти суммы? Я не могу за них ответить. Наверное, этот вопрос, конечно, лучше адресовать им. Никаких процессуальных, процедурных или нормативных преград для того, чтобы выплачивать эти средства нет. Спасибо. И вторая часть вопроса была связана с тем, что государство определенный период времени к пасхальным праздникам выплачило единовременное пособие к пенсии, тысячу лев пенсионерам. В этом году на национальном уровне это решение не принято, потому что индексированы пенсии, изменился механизм индексации пенсии. Ну, по крайней мере, так объясняет это национальный законодатель. То есть, эту выплату не осуществляла Гагузия, не осуществлялась из бюджета Гагузии, а осуществлялась из государственного бюджета Республики Молдова. И, насколько я проинформирован, в этом году эта выплата не будет производиться. Ожидать дополнительных выплат не стоит пенсионерам. Вернемся к теме, Александр Григорьевич. Нет конструктивного диалога, не хотят совместно работать. Подобного рода обвинения звучат со стороны исполкома в адрес Народного собрания Гагузии. И, наоборот, также депутаты обвиняют в подобном исполком. Как считаете, как и при каких условиях прекратятся эти упреки, и все-таки начнется работа на благо автономии? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, давайте сперва стереотип стерем. Вообще взаимодействие исполнительно с законодательными властями априори в природе существования этих двух ветвей власти подразумевает, что есть конфронтация, есть конфликт. Единственное, это не должны быть какие-то личные взаимоотношения, не должны быть оскорбительные отношения. Но то, что это должна быть конкуренция в хорошем смысле слова, нас учили в университете, что конфликт вообще это хорошая природа этого слова, потому что в результате взаимодействия, в результате конкуренции идей получается лучше. То есть и не надо ждать, что исполнительная власть и законодательная власть будут в обнимку ходить и поддакивать друг другу. К сожалению, у исполнительной власти ГГУЗИ сложилось мнение, что конструктивизм в отношениях, это когда законодательный орган делает все, что хочет исполнительная власть. И, к сожалению, определенный период времени у Народного собрания это было. И здесь безусловная вина депутатов Народного собрания, которые в определенный период времени это позволили. Я не буду сейчас проводить конкретные примеры, потому что мы с вами ограничены во времени, наверное, другие должны обсуждать более важные аспекты. Поэтому конструктивные отношения это не то, что я говорил выше, а это конкуренция идей, как лучше развивать ту или иную модель по ГГУЗИ. Поэтому я и не жду, что это будут какие-то добрососедские, дружеские отношения, но в то же время каждая ветвь власти должна с уважением относиться к независимости друг к другу и взаимодействовать для того, чтобы был хороший результат. Это, наверное, так. И все должно быть в рамках закона действующего. Бюджет региона был принят 8 апреля, если я не ошибаюсь. Его доходные и расходные части равны. Были внесены вами и вашими коллегами определенные поправки. Если я не ошибаюсь, они были сделаны в рамках 5% бюджета. Вы, Александр Григорьевич, на заседании, когда говорили о поправках, прежде чем голосовать с коллегами за данный документ, сказали, что поправки не получили заключение исполнительного комитета. Но это не лишает вас права рассматривать документы и принимать его. Что произошло после принятия этого документа? Есть ли какие-то выводы и мнения, озвученные исполкомом? Спасибо. Вот плавненько, если продолжать ваш предыдущий вопрос о взаимном уважении, да, в первую очередь, что должно быть между ветвями власти. Я вам один пример приведу с бюджетом. Действительно, в апреле, 8 апреля, да, был утвержден бюджет во втором чтении и в третьем чтении. До этого проект закона был представлен исполнительным комитетом. У нас, наверное, звонок, да? Да. Давайте выслушаем и после продолжим. Здравствуйте. Добрый день, девочки. Слежа, пожалуйста. И вопрос насчет... Сказать, вот я яицом первый был. Первый, грубый, год и шесть месяцев. Ну что, такой помощь мне на. Восемь лет работала в церкви. Хотела по старой, и по золотому. Никакой лоб, вроде ничего не решили. Решали. Я сейчас первый, грубый, яицом. Немножко мне помощь. Скажите, как вас зовут и из какого населенного... Маруся, Маша, 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 из Коврада дорогу. Я не могу ходить. Пусть немножко помогает. Чуть-чуть мне. Спасибо. Спасибо за звонок. Нужна поддержка и помощь, я так понимаю. Валентина, ну, видно, что случай сложный. Чтобы мы сейчас... Время эфира не было израсходовано. Если можно, вы поделитесь, пожалуйста, моим контактом, чтобы мы после передачи более обстоятельно мог человеку объяснить, какие есть механизмы для того, чтобы... Коллега уже записывает номер телефона. Спасибо. Да. Мы говорили с вами о бюджете, Александр Бергович, и о мнении, высказанном из полкома. Да, я продолжу, значит, вот о взаимном уважении и о консультациях с исполнительным комитетом. Дело в том, что когда проект бюджета ГГУЗИ был представлен исполнительным комитетом, незамедлительно, но и было представлено соответствующее заключение. Да, мои мысли как депутата Народного Собрания. И последнее мое заключение было представлено после публичных слушаний по бюджету, которые провела комиссия. И месяц прошел с того времени, как были представлены мои предложения. Не то, что со мной не встретили, чтобы их обсудить, насколько они объективны, на них даже не ответили. Поэтому это вот один из элементов взаимодействия исполнительной и законодательной власти. То есть, к сожалению, игнорирование со стороны исполнительной власти предложений депутатов. Что касается бюджетной комиссии, я хочу поблагодарить их, потому что они проявили открытость при обсуждении бюджета. И несколько раз собирали депутатов Народного Собрания, причем не по принципу, фракций, групп, свой, чужой, а приглашали всех для того, чтобы обговорить вопросы, связанные с бюджетом, до заседания, чтобы поменьше было вопросов на самом заседании. Более того, я и попросил председателя Народного Собрания пригласить руководителя управления финансов ГГУЗе перед обсуждением, чтобы, может быть, какие-то предложения, поправки комиссии по бюджету уже финальные, нашли бы отклик у исполнительного комитета. Но нам ответили формально, что заседание исполнительного комитета проводится в определенный период времени, у нас не будет возможности вам официально ответить. И то есть, исполнительный комитет фактически проигнорировал предложение бюджетной комиссии для обсуждения. А руководитель управления финансов не смогла прийти для финальных согласований, потому что тоже была определенная занятость на уровне исполнительного комитета. Поэтому, в принципе, у нас получилось, вот не получилось такого диалога, который мы закладывали в смысл при обсуждении бюджета на будущий год. Но я вам хочу сказать, что обсуждение бюджета на 2022 год, мне как депутату с 10-летним стажем очень понравилось это заседание, оно было одной из немногих, где у нас было действительно рабочее обсуждение вопроса. Спокойное, профессиональное, с возможностью выслушать разное мнение. И мне очень импонировало, что коллеги задавали разные вопросы, в том числе неудобные. И многие из них, мне кажется, пришли на заседание с одним мнением, а вот в ходе обсуждения, в ходе предложений пришли к общему знаменателю. И мне кажется, что бюджетная комиссия заложила главные принципы, вот тот проект бюджета, который был утвержден. Это принцип справедливости, то есть распределение финансов вне зависимости от политической окраски депутатов, от политической окраски руководителей населенных пунктов. То есть не было субъективизма, было лишь одно желание, чтобы средства тратились экономно, эффективно и справедливо. Мне кажется, это самое главное. Об экономности и справедливости еще поговорим, принимаем очередной звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хотел нашему депутату задать такой скромный вопрос. Наши пенсионеры все ждут на Пасху, как раньше все давали, под тысячу леечек, туда-сюда обрадовали. А Ирина Федоровна должна была или не могла дать на отопительный сезон к Пасху рассчитаться с людьми, чтобы люди на Пасху тоже могли обрадоваться, пойти там купить что-нибудь. Не надо из какого-то фонда или подарки делать пенсионерам, а заплатить по 125 лей, которые она на отопительный сезон должна была дать. К Пасхе могла она людей, пенсионеров обрадовать. Спасибо. Пожалуйста. Да. Спасибо. Похожий вопрос, кстати. Да, спасибо за вопрос. Человек поступил на почту. Да, спасибо за вопрос. Человек не предстался, поэтому не смогу к нему обратиться лично. Но вы знаете, в принципе, ответ, он связан с тем, что вот вы мне задавали вопрос про бюджет, мы, наверное, чуть дальше его раскроем. К сожалению, в бюджете ГАГУЗи очень серьезный кризис. И вот эти выплаты, связанные с помощью в отопительный сезон, из-за того, что мы находимся в системном бюджетном кризисе, приводит к тому, что важные выплаты для людей социального характера, в том числе связанные с холодным периодом, из-за нехватки средств, из-за неточности при управлении бюджетом, приводит к тому, что, скорее всего, в бюджете просто нет средств для того, чтобы выполнить те обязательства, которые прописаны, связанные с холодным периодом. И, чтобы вы правильно понимали, народное собрание, законодательные органы не занимаются выплатой средств. Мы только утверждаем нормативные акты. Этим заниматься я повторяюсь, потому что вопрос похожий. Исполнительная власть. Поэтому, конечно, эти вопросы нужно задавать главе ГАГУЗи, исполнительному комитету, как администраторам бюджета. Но в то же время, я имею определенный опыт финансов, думаю, что первая причина в том, что в бюджете просто не хватает средств. Александр Григорьевич, вот эти изменения, принятые вами и вашими коллегами, сделают бюджет более социально направленным? И позволят ли оказывать большую поддержку населению? Как считаете? Безусловно, потому что, во-первых, мы провели поправки в бюджете, вы правильно сказали, примерно в размере 5% от суммы центрального бюджета. То есть, ничего радикального мы не принесли. Но в то же время, есть, наверное, вопрос, да? Да, ответьте, пожалуйста. Можно ответить, да? Значит, почему бюджет будет более социальным согласно тем предложениям, которые мы представили? Потому что восстановлены важные социальные программы. Это первое, освещенный населенный пункт, для того, чтобы выделялись целевые трансферты населенных пунктов для ночного освещения всех сел и городов Гагузии. Второе, мы восстановили программу, связанную с централизованной поддержкой пожарных автомашин в селах. И в-третьих, мы восстановили в полном объеме программу по питанию старшеклассников, фонд здоровья поколения, до конца этого года, а не как предлагал исполнительный комитет, до 1 июня. Поэтому это вот, просто мы в центрунте находимся, я так стараюсь, чуть быстрее отвечать. Продолжим еще этот разговор. Здравствуйте. Здравствуйте, Кангас, статус Кирилл Кирилл, здесь есть такой. Слушаем вас. Александр Григорьевич, в Кангасе отделение границы в ОЮ. По обстановке сменился руководитель, то есть лидер. Стал молодой парнишкой. Никто не против. Отделение имел сливовой сад. Год обработал. Зимой был выкорчен. Продолженщик молодой сад, никому никакое дело. Причина. По слухам, якобы деревья заболели. Почему депутат Народного собрания Гагузии не приглашает начальника управления сельского хозяйства, чтобы выслушать, почему не помогают молодым руководителям? Молодым руководителям нуждаются в помощи. Выкачивать легко, а вот выращивать требуется года. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Да, спасибо за вопрос, Кирилл Кириллович. Ну, во-первых, я немножко глубже к этому вопросу отнесусь. Дело в том, что депутаты Народного собрания, как правило, кандидаты в депутаты Народного собрания при проведении предвыборных кампаний обещают людям все, даже то, чем депутаты Народного собрания не занимаются. Поэтому очень много вопросов от наших слушателей связано с компетенциями, за которые отвечает глава ГГУЗИ и исполнительный комитет. Понимаете, потому что управлением сельским хозяйством, управлением заработными платами, управлением экономикой в ГГУЗИ по закону занимается исполнительный комитет и глава ГГУЗИ. Депутаты Народного собрания должны принимать в первую очередь роль в законотворческой деятельности и в мониторинге за исполнением принятых нормативных актов. Поэтому у людей, когда вот многие кандидаты агитируют людей, проголосуйте за меня, говорят, что мы сделаем дороги, тротуары, решим вопросы связанные с сельским хозяйством, с деревьями, поэтому, конечно, люди потом задают вопросы, они видят, что депутат, представитель власти, поэтому отвечай. Я не хочу Кирилла Кирилловича вводить в заблуждение, это не функция депутатов Народного собрания, если нужна роль Народного собрания в принятии каких-то законодательных актов, регламентирующих эту деятельность, то, безусловно, этот вопрос должен быть компетенцией направлен в адрес депутатов Народного собрания. А такие вопросы, такого рода вопросы, безусловно, должны задаваться управлению сельского хозяйства ГГУС. Есть фонд поддержки, да, об этом тоже хотелось бы поговорить, вот пока мы затронули благодаря Кириллу Кирилловичу тему сельского хозяйства, фонд поддержки сельхозпроизводителей на уровне прошлого года остался. Очень хороший вопрос, Валентин, вот тут как раз роль и компетенция депутатов Народного собрания, да, у нас в ГГУС есть местный закон о субсидировании сельского хозяйства. В двух словах, для чего он был принят, в Республике Молдова есть соответствующий фонд, который помогает аграриям, и ГГУС приняла свой местный закон, чтобы дополнительную помощь оказывать аграриям ГГУС, да, то есть 1 плюс 1 получается помощь. И аграрии, обрадовавшись этому местному закону, исполнительный комитет для финансирования того или иного вида деятельности субсидируемого в сельском хозяйстве. Так вот, в прошлом году сельскохозяйственные производители, зная, что есть местный закон, осуществили инвестиции, подали заявки в адрес исполнительного комитета ГГУС, но вдруг в этом году исполнительный комитет, когда предлагает проект бюджета, по фонду субсидирования сельского хозяйства не запланировано ни одного лея. Мы спрашиваем, и одна поправка у нас связана была с этим. Именно с этим. Как же? Местный закон функционирует. Люди инвестировали, люди ожидают, что получат эту помощь, и вдруг ее нет. Поэтому мы заложили в бюджет сумму для того, чтобы полностью рассчитаться с экономическими агентами, которые осуществили инвестиции, которые подали соответствующие заявки. Потому что мы считаем, что взаимоотношения власти и бизнеса должны строиться на долгосрочной взаимоуважаемой платформе. Есть закон, значит, имейте ответственность, я имею в виду власть, выполнять этот закон. Поэтому мы не знаем, глава ГАГОЗИ подпишет закон или нет. Надеюсь, что да. И тогда мы полностью с сельхозпроизводителями по прошлому году будет возможность рассчитаться. Спасибо. Принимаем очередной звонок. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Отставитесь, пожалуйста, ваш вопрос. Уважаемая ведущая, у меня вопрос к вам. Да. Вот вы всегда приглашаете депутатов, примаров, ну, всех, кого там вы считаете нужным. И люди задают такие вопросы, которые, ну, человек не может ответить. Вот вам надо, наверное, из членов исполкома пригласить, который сможет ответить и за деньги, и за материальную помощь. Пожалуйста. Спасибо. Благодарю вас. Обязательно передам ваши пожелания моим редакторам. Спасибо. Кстати, спасибо, да, человеку очень точно предложение, да, ну, конечно, не вы, не Валентина, принимаете решение, кого приглашать, но я несколько раз у вас на передаче говорил, не конкретно с вами, а на каналах ГРТ, что очень важно приглашать членов исполнительного комитета, начальника по вопросам социальной защиты, здравоохранения, да, сельского хозяйства, потому что людей в жизни, в бытовой жизни больше всего беспокоят эти направления. Согласна с вами. И, конечно, им нужно получить информацию от первого источника. Спасибо. Спасибо. Есть еще один вопрос, поступил на почту. Отопительный сезон прошел, все как-то поутихло, однако компенсации за газ от правительства Молдовы были выданы. Ирина Влах и депутаты некоторые тоже говорили, что нужно бы помочь, но зима закончилась и разговоры стихли. Помогли ли власти КГУСи хоть одному человеку в зимний период в контексте подорожания тарифов? Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Действительно, когда было принято повышение, да, решение о повышении тарифов, на национальном уровне была разработана определенная система компенсации, первые 50 кубов, вторые 100 кубических метров, тогда же я предложил концепцию о том, чтобы такую же инициативу внедрить и на уровне Гагузи, предложил источники финансирования около 40 миллионов леев, которые нужно было в центральном бюджете Гагузи сократить и перенаправив на эти цели. Обратился официально в адрес исполнительного комитета как администратора центрального бюджета Гагузи. И, к сожалению, из той же серии взаимоотношений Народного собрания исполнительного комитета не было ответа, не было никаких предложений, насколько это объективно, насколько это актуально, насколько это возможно. И, к сожалению, эта инициатива осталась всего лишь нормативной инициативой без исполнения, потому что без исполнительной власти как регионального правительства реализовать такую полномасштабную революционную идею невозможно. Вы намерены вернуться к этой инициативе? Потому как лето пролетит быстро, как мы все знаем, и снова наступит отопительный сезон. У нас нет другого выхода, как вернуться к этой законодательной инициативе, потому что придет отопительный сезон, и наши люди просто не выживут в тех условиях, когда такой тариф на природный газ. Очередной звонок принимаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Петр Лунга, кардинар Владимир. Слушаю вас. У меня теперь вопрос к вам это, Валентина, как ведущий. Я сколько раз напрашиваюсь, на передачу, на телевидение, на радио, как будто меня не слышат, как будто я не писатель. Поговорить о литературных делах можно не только в те, кто сейчас входит в Союз писателей, но и с теми, кого хотят просто-напросто забыть, передать, забей, и все остальное. Вот у меня теперь вопрос. Вот у вас, если будет такое желание поговорить о литературе, вспомните обо мне, у меня очень много предложений насчет литературы. Спасибо. И конкретно я вам это все после эфира мы обязательно с вами свяжемся. Спасибо большое. Нет, нет, подождите, это первое. Второе. Я насчет опять научного центра. Вот сказано в Библии, двум господам не служить. Нельзя одинаково усердно служить и в политике, и в науке. Люди науки должны заниматься наукой. И это точка. И я двумя руками за то, что делают депутаты. А теперь я хочу Александру Григорьевичу, обращаясь к нему, и в его лице всем депутатам, которые совершают, делают реформы в Гагузе путем закона. И это у нас называется демократическая реформа. Без всяких радикальных мер. Я говорю этим депутатам браво. Народному собранию браво. Теперь народное собрание исполняет свои функции. Исполком тоже исполняет свои функции. Все на правовом поле. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Мы записали ваши контакты. Владимир, обязательно свяжемся после эфира относительно исключения научно-исследовательского центра, директора научно-исследовательского центра из состава исполкома. Пожалуйста, ваш ответ. Спасибо. Во-первых, спасибо Владимиру за внимание, за добрые слова. Приятно, что общественность, которую наблюдают, значит, мы на каком правильном некоторые действия делаем, в том, чтобы взаимоотношения исполнительной и законодательной власти состроились на взаимоплажительной платформе. И хочу сказать, что от своего личного мнения, я уверен, что это мнение очень многих моих коллег, мы не пришли конфликтовать, воевать, какую-то конфронтацию делать с главой ГГУ, с исполнительным комитетом. Несмотря на то, что исполнительный комитет был очень активен в избирательной кампании по выборам депутатов народного собрания, очень многие из них агитировали за некоторых кандидатов. Но мы не пришли с точки зрения вот этого прошлого вспоминать и ставить это во главу угла. Но мы пришли, чтобы взаимоотношения исполнительного комитета и народного собрания были взаимно уважительными. Чтобы исполнительная власть уважала, чем занимается, какой деятельностью занимается народное собрание, и такие же будут адекватные отношения к депутатам народного собрания, к исполнительной власти. И очень хорошо, что Владимир заметил, что мы Мы стараемся быть не радикальными, не революционными, а действительно в рамках действующего законодательства принимать меры, которые повысят эффективность деятельности публичного управления в Гагрузии. Что касается научного центра, это один из аспектов этих законов, которые не были промульгированы главой Гагрузии, и я и мои коллеги в общем части разделяют мнение, что действительно наука, это вообще политичная отрасль, и она не должна зависеть, не должен зависеть глава научного центра от исполнительной власти, от главы Гагрузии как политика. Это должна быть фундаментальная деятельность, независимая, свободная, направлена на поиск инновационных решений по развитию автономии. Поэтому в Республике Молдова был такой прецедент, когда глава Академии наук был членом правительства, республика давно ушла от этого прошлого, и Академия наук развивается автономно, как научный центр. Мы тоже самое хотим сделать в Гагрузии, тем более, что его уложение, руководитель научного центра не является членом исполнительного комитета Гагрузии. То есть здесь нет никакой политики в том, что мы просто хотим, чтобы научный центр действовал более эффективно, чем это было до этого времени. Спасибо. Еще один звонок поступил в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. У меня такой вопрос. 15 числа у наших знакомых полицейские сфотографировали транспорт с повязанной георгиевской лентой. Она там была уже много лет повязана, все о ней забыли. И вопрос мой состоит в том, могут ли эту фотографию использовать, чтобы, когда закон вступит в силу, или он уже вступил в силу, чтобы применить какое-то наказание за вот это, за городскую ленту? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Ну, сложно говорить, точнее, сложно объективно ответить на него, потому что то, что принято парламентом Республики Молдова, внесение в кодекс о правонарушениях, оно еще не опубликовано в официальном мониторе, то есть не вступило в силу, и мы можем оперировать только данными, которые опубликованы в средствах массовой информации. То есть что принял парламент, какие символы запрещены, какие санкции за нарушение правонарушений, невозможно говорить, потому что закон не опубликован, более того, он еще не подписан президентом, да, то есть фактически речь пока идет только о информационной новости, да, что там будет написано, с какого периода это вступит в силу, тогда им можно более объективно отвечать на этот вопрос. Но я знаю, что ГГУ здесь завтра будет застание народного собрания, есть альтернативное мнение, да, по этому вопросу, и посмотрим, как завтра пройдет обсуждение в стенах парламента ГГУЗИ. Ваши коллеги в продолжении темы, Александр Григорьевич, высказывали мнение, что необходимо разработать местный документ, который будет регламентировать использование ленточки у нас на территории ГГУЗИ. Возможно появление такого документа, да? Да, уже есть такая законодательная инициатива зарегистрирована, она сейчас проходит стадию обсуждения, внесения дополнений, изменений, для того, чтобы этот документ мог эффективно применяться на практике. И жители автономии будут защищены таким образом? Безусловно, если будет принято соответствующее решение. Еще один звонок поступил. Здравствуйте. Слушаем вас. Иван Бесаров, Артем Григорьевич, вот вам только ГГУЗИ задал вопрос насчет садов. Я могу у вас уточнить в другом вопросе об этом. Значит, наши некоторые недобросовестные аграрии берут субсидии для того, чтобы корчевать вот эти сады. Потом их сажают, тоже берут субсидии. Через 7 лет, когда им разрешается, опять только вступает в разрешение, опять расскажите. Есть такая мошенница, чтобы... Я хотел бы, чтобы вот народное собрание, вот на это обратил внимание, потому что некоторые уже несколько раз взяли субсидирование. Откуда я знаю, потому что я самим раскорчевываю вот это все, я знаю. Это наши бюджетные деньги. И второе. Вот завтра у вас будет заседание. Могли бы вы пригласить каким-то серьезным тоном обратиться к Башкану, чтобы Башкан была в вашем заседании, чтобы она не стала и не уходила, не на телефоне играла, а вместе с вами решала вопрос, потому что через 2 недели у нас наступит 9 мая, и мы, Гагаузы, можем надеть на себя такую необратимую, скажем так, последствия, что это будет плохо... плохо может отрыться в Гагаузе. Спасибо. Мы хотим, чтобы вместе с вами обсуждал этот вопрос Башкан Гагаузи. Почему? Потому что Башкан Гагаузи стала Башканом под знаменем российского флага. Спасибо. Спасибо, Иван Николаевич. Значит, спасибо за вопросы. Иван Николаевич, первое, что касается мошенничества, не функции депутатов Народного Собрания заниматься такими вопросами. В принципе, мы по комментарию Кирилла Кирилловича вопроса объяснили, что это функция исполнительной власти определять эти моменты. Ну а что касается второй части, обязать главу Гагаузи присутствовать на заседании Народного Собрания, хочу сказать, что глава Гагаузи, еще раз повторюсь, высшее должностное лицо в автономии. Никто, даже Народное Собрание, не может обязать присутствовать председателя исполнительного комитета, главу Гагаузи на заседание Народного Собрания. Но есть неписанный этикет взаимодействия ветвей власти. Я думаю, что даже без, ну, принуждение исключается, да, но вежливое приглашение главы автономии на заседание Народного Собрания, учитывая ту ситуацию, в которой находится автономия, оно не обязательно с юридической точки зрения, да, но с точки зрения взаимодействия ветвей власти, с точки зрения отношения к народу, который нас избрал, мне кажется, это неписанное правило, что глава Гагаузи должна в взаимодействии с Народным Собранием принимать решения, которые имеют важнейшее значение для местного сообщества. Спасибо. И снова о финансах Александр Григорьевич. На 11 миллионов, если я не ошибаюсь, Леев, сокращены ассигнования на содержание исполнительного комитета. Эта тема вызвала тоже бурю эмоций со стороны исполнительного комитета. Разные мнения и обвинения, опять же, в адрес Народного Собрания Гагаузи. Удалось ли сегодня уже на этом этапе донести до членов исполкома ваше мнение, объяснить, почему это сделано, и если говорят о сокращениях будущих, так ли это на самом деле? Валентина, спасибо за очень точные вопросы. Вы знаете, еще раз буду как бы самокритичным и скажу, что Народное Собрание иногда само виновата в том, что исполнительный комитет распространяет дезинформацию, потому что мы после заседания Народного Собрания не популяризируем ту деятельность, которая была на заседаниях Народного Собрания. То есть спокойно, четко объяснить людям, что принято решение такое-то, давать краткую официальную информацию. Потому что когда идет заседание Народного Собрания 3-4 часа, где-то шум, где-то конфронтация. И не каждый человек смотрит 3 часа трансляцию, чтобы вывести для себя объективную показатель из того, что там было. Поэтому я попросил своих коллег, и уже, если вы заметили, на халту плашу началась периодическая публикация пресс-релизов, именно по вопросам важнейшим, которые приняты в Народном Собрании, и по Камрадскому стадиону, и по этому вопросу по штатной численности. Дано четкое, спокойное, официальное разъяснение, что произошло. В двух словах, в Народное Собрание есть специальное приложение, которое представляет исполнительный комитет о предельной численности работающих во всех структурах ГГУЗИ, включая исполнительную власть. Ни одной поправки Народное Собрание туда не внесло, и была утверждена та же численность, что представил исполнительный комитет. То есть никаких сокращений коллег по исполнительному комитету не предвидится, и мы это не приняли соответствующего решения. Мы приняли решение об оптимизации расходов на 20%. Это сделала каждая семья в ГГУЗИ, учитывая тот кризис, в котором мы находимся. Я уверен, что и у вас, и у меня такая же ситуация, когда мы действительно, когда такая жизнь, такие условия. Мы стараемся объективно сократить какие-то неприоритетные расходы для того, чтобы выжить. Такая же соломинка перекидывается на уровень власти. Мы находимся в кризисе не только людей, но и власть. Поэтому давайте будем оптимизировать расходы, не сокращать людей, а оптимизировать неприоритетные расходы. Очень коротко. На что теперь в структурах исполкома будет меньше средств? Мы как раз не написали, чтобы не вторгаться в деятельность исполнительного комитета, какие расходы являются неприоритетными. Но априори это командировочные расходы, это служебная связь, это служебный транспорт, это канцелярские товары, это представительские расходы. То есть все, что не связано с персоналом. Спасибо. Очередной звонок принимаем. Здравствуйте. Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Алло, это меня? Да, вы в эфире. Добрый день. Ваш вопрос, пожалуйста. Александр Григорьевич, добрый день. Это Чешмик Веду Логлу. Мы с тобой на эту тему говорили. Мы задам еще раз публично. Значит, вот только что ты объяснял, что не предусматривается увольнение, типа, значит, сокращение штатов. А жаль, конечно. Сегодня это, по-моему, каждому более-менее понимающему человеку в экономике. Понятно, что у нас в Гагаузии раздут эти штаты до... Ну, даже не знаю, как назвать слово, чтобы не обидно было никому. Мы с тобой на эту тему говорили уже года два назад, по-моему. Переход на двухуровневую систему управления, в первую очередь. Ответственность побольше в примарии, чтобы люди могли на местах посмотреть, чем занимаются те же землепользователи, качественно ли все это пользует... То есть, качественно ли обрабатывается земля и в понесенном итоге на урожайность влияет. Я хочу это конкретизировать с этим. В последнее время было сказано сегодняшним министром сельского хозяйства, что в Молдавии есть по 340 тысяч земли на одного человека. И другое. Потом, Боля, этот Боля, не тот социалист, а Пасовский Боля, Владимир, он четко выразился, что то, что заявляется урожай, убранный, и то, что потом реализуется, очень большая разница есть. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, скрывается урожайность. Кто за этими вещами будет смотреть? Спасибо. И хотел бы, чтобы... Я полностью одобряю то, что было вами выдвинуто, лично и с тобой вот эти изменения в законопроекте. Я полностью одобряю эти вещи. Спасибо. Ответ жду. Благодарю вас. Да, спасибо. Извините, что мы как бы немножко эмоционируем, потому что время уходит, а вопросы, которые вы поднимаете, очень важные и фундаментальные на самом деле. Я просто так очень коротко постараюсь, потому что нужна целая передача, чтобы обстоятельно ответить. Во-первых, приоритет деятельности нынешнего состава Народного Собрания, помимо бюджетной справедливости, о которой я вам говорил, это все делать в рамках закона. Невозможно сейчас изменить структуру управления власти в ГГУЗе без внесения изменений в уложения. Поэтому создана комиссия, которая работает, и там есть одно из предложений, которое рассматривается, чтобы ГГУЗе вот эту архаичную систему исключить, когда трехуровня система управления, исполнительный комитет, районная администрация, примария. То есть это нужно сделать законно, это нужно внести изменения в уложения, а не просто махать шашками, и может быть хорошая идея превратить в фарс. Поэтому поэтапно мы эти шаги постараемся сделать. Что касается работников раздутых штатов, я сейчас не касаюсь руководства, я касаюсь обычных работников исполнительной власти, то есть людей среднего звена. Вы знаете, там очень много ответственных, порядочных и действительно людей, которые созидают, и они не виноваты в той ситуации, которая случилась. Люди не виноваты в том, что даже на уровне районных администраций им сложно разобраться, чем им заниматься. Тут виновата власть, которая ими руководит. Если придать приоритет действиям чиновников на привлечение инвестиций, на привлечение внебюджетных средств, то не страшно тратить деньги на содержание чиновников, главное получать эффект от их деятельности. Когда мы будем оценивать деятельность исполнительного комитета, а сколько управление принесло в небюджетных средств бюджет, тогда это будет правильным показателем. Если мы научимся не просто экономить, а научимся в хорошем смысле зарабатывать в экономику, зарабатывать в бюджет, приносить в небюджетные средства, участвовать в крупных инвестиционных проектах, тогда люди вздохнут спокойно, потому что они будут получать заработную плату и знать результат от своей деятельности. Поэтому простые люди ни в чем не виноваты, и их нужно сохранить. Спасибо. Александр Григорьевич, ваша фраза о том, что вы жалеете, что голосовали за компенсацию родительской платы, за питание детей в детских садах, вызвала неоднозначную реакцию. Определенные СМИ разобрали ваше выступление на цитаты, возможно, что-то было вырезано из контекста, вырвано. Поэтому предлагаю вкратце разъяснить в очередной раз ваше мнение по этой теме. Спасибо, Валентина, спасибо за вопрос. Я специально не комментировал на своей официальной страничке эту публикацию, потому что не хотел делать рекламу нечистоплотным журналистам, нечистоплотным средствам массовой информации. И хочу сказать, что очень важно, чтобы информация была объективной, чтобы мы людей не вводили в заблуждение. И мне очень жаль, что исполнительный комитет вместо дискуссии, диалога на профессиональном уровне предпринимает вот такие шаги по дезинформации, вырывает из контекста выступление, не показывает его в целом. У нас была очень хорошая дискуссия по бюджету на 2022 год. И коллега из Чедролунги, Елена Анатольевна, директор, кстати, лицея Мегубоглова, задала мне вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в Гагаузии глава автономии предложила и был принят закон о компенсации родительской платы в детских садах. И говорит, как вы относитесь к тому, что всем семьям компенсируют эту родительскую плату? Я искренне сказал свое мнение, что я считаю, что это неправильно. Я, к сожалению, проголосовал тогда за этот закон, но на самом деле суть закона, она искажает конституционные нормы и действующее законодательство. То есть социальная поддержка оказывается тем семьям, которые мне нуждаются. У нас в Гагаузии всех родителей в детских садах освободили от родительской платы. Мы еще Советского Союза, все родители, я сам отец троих детей, мы платили 50% от стоимости расходов на питание в день на ребенка. Это 10 лев в день, это 200 лев в месяц. И есть семьи, у которых 20, 25, 30 тысяч лев доход месячный. И они имеют возможность отдать 1% от своих доходов, чтобы оплатить родительскую плату. И в чем суть социальной поддержки? Те, кто имеют возможность, оплачивают, чтобы помочь тем, кто не имеет возможности. И мы в ходе дискуссии со своим коллегой лишь обсудили модель, что песня от родительской платы освободит тех людей, у которых многодетные, у которых нет дохода, которые временно не работают, которые нуждаются. Более отличный подход. И восстановить плату тем, кто имеет возможность, чтобы еще больше помочь тем людям, которые нуждаются. Вот понимаете, взяли и сковеркали, что против питания детей в садиках. Какие-то заголовки бессмысленные, понимаете. И я хочу сказать, что никакой поправки не принято. Ее даже никто не предложил. Мы за это даже не голосовали. Это просто было обсуждение между двумя коллегами. Кто хочет объективно разобраться в ситуации, посмотрите там видео. Там 3-4 минуты идет. Видео, и вот это просто дискуссия. И я не беру свои слова назад, и я не стесняюсь этого. Поэтому я хочу сказать, что социальная поддержка должна оказываться людям, которые в ней нуждаются. И то же самое происходит у нас со 125 лет в холодный период. То, что предложил исполнительный комитет. Все, кто старше 60 лет, получают 125 лет. Подождите, есть люди, у которых пенсия 1000 лет? Есть люди, у которых пенсия 10000 лет. Зачем тому, у кого пенсия очень хорошая, давать 125 лет? Вместо того, чтобы эти 125 лет взять и дать тому, у кого маленькая пенсия не 125 лет, а более серьезную сумму, чтобы человек почувствовал поддержку. В этом смысл государства. В этом смысл оказания социальной поддержки. Дать возможность тем, кто имеет оплатить, для того, чтобы помочь тем, кто этой возможности не имеет. Спасибо. Очередной звонок. Да, вам спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте, Петр Леонидович. Город Чадар-Лунга. По земельному вопросу. Слушаем вас. 11 лет отбивал пороги по судебным кабинетам. И везде просто игнорировали мои документы, представленные из госархива. Так как оно относится исторически, я думаю, что архивные документы должны были считаться. А документы, представленные из противной стороны, как вам сказать, самые настоящие, ложные документы. А их признали как действительные. Последний раз я обратился к Башкану Гагаузии, как за соблюдением законности. Ну, мою жалобу направили в Кагул. С Кагула получил ответ, с которым просто категорически не согласен. Я знаю так, если я прошу, значит, следователь должен прийти ко мне домой и разобраться с этим документом, и потом же обращаться в архив для того, чтобы посмотреть и в судебном деле, что есть. А если судебное дело есть, самое настоящее, не хочу выражаться. У меня одна просьба. Александр Григорьевич, у меня одна просьба. Если есть такая возможность, направить комиссию ко мне домой, адрес я дам, и чтобы здесь я на месте разобраться, понимаете? Пару хороших депутатов, которые разбираются в законах, пару людей, Аксакалов, которым мы верим. Я могу на запись. Вот это моя просьба. Что скажете, Александр Григорьевич? Спасибо. Скажу Петру Леонидовичу, во-первых, поблагодарю за вопрос, во-вторых, скажу, чтобы не быть противоречивым, говорить одно раньше, а сейчас говорить другое. Не решают такие вопросы депутаты Народного Собрания, даже посредством создания специальной комиссии, потому что это будет всего лишь решение какой-то рекомендательного характера. Для того, чтобы решить вопрос по существу с правовой точки зрения, я посоветую Петру Леонидовичу созвониться со мной после передачи. Я попрошу наше юридическое управление, которое там профессионально занимается, чтобы они дали конкретное предложение юридически точно для человека, чтобы он мог эту ситуацию решать. Спасибо. Еще один вопрос требует ваших разъяснений у нас в эфире. Александр Григорьевич, это то, что на содержание регионального спортивного комплекса в Камраде не выделено ни Лея. Опять же, много интерпретаций. Ваши комментарии, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Валентина, за вопрос. Опять же, нашим слушателям, людям, которые небезразличны, задают вопросы, рекомендую прочитать на официальном сайте Народного Собрания haltoplashu.md версию президиума Народного Собрания по разъяснению ситуации, связанной с спортивным комплексом Камрад. Хочу лишь заверить наших слушателей, что ни один депутат Народного Собрания не выступает за то, чтобы не финансировать этот объект, построенный благодаря помощи Турецкой Республики. Но в то же время мы должны соблюдать бюджетное законодательство. И хочу сказать, что в 2021 году при утверждении бюджета был выделен более 1 миллиона 400 тысяч леев на содержание стадиона. В этом году исполнительный комитет предложил 2 миллиона 100 тысяч леев выделить на содержание Камрадского стадиона или регионального комплекса. Мы обратили внимание нашей коллекции исполнительного комитета, что до настоящего времени объект, несмотря на то, что уже несколько раз анонсировалось, что он будет сдаваться, не сдан в эксплуатацию. По каким причинам нам неизвестно, но мы не можем закладывать бюджет финансирования несуществующего объекта с правовой точки зрения. Спасибо. Еще есть немного времени до завершения эфира. Завтра на заседании вы с коллегами будете также обсуждать тему, связанную с необходимыми внесениями, изменениями в уложения. Это специальная комиссия. В нее вошли 12 депутатов, да? А как же представители общественности, Александр Григорьевич? Очень хороший вопрос. Спасибо. Если вы немножко вспомните предысторию, было мое законодательное предложение в адрес главы ГАГУЗИ, представители Народного Собрания с просьбой создать специальную комиссию и даже отдал перечень вопросов, которые могли бы быть вынесены на обсуждение с людьми. Я в том обращении официальном, которое опубликовано, написал, что и представители Народного Собрания, и главе ГАГУЗИ нужно совместно создать специальную комиссию, потому что в нее должны войти и депутаты Народного Собрания, и члены исполнительного комитета, и академическая среда, и представители общественности для того, чтобы этот документ получился качественным. К сожалению, почему-то мы приняли решение, создали только депутатскую рабочую группу, состоящую из депутатов, а не то предложение, которое я выдвинул. И, видимо, коллеги взвесили все за и против и пришли к выводу, что все-таки комиссия, она должна быть очень широкого, да, состава с вовлечением гражданского общества, академической среды, членов исполнительного комитета, потому что, в принципе, фокус идеи общий, да, чтобы сделать главный юридический закон автономии более соответствующим тем реалиям, которые сегодня есть. То есть состав комиссии все-таки будет пересмотрен? Да. Да, он будет дополнен для того, чтобы действительно документ получился качественным. Не в том смысле, что депутаты народного собрания самостоятельно не могут хороший продукт сделать, но в любом случае здесь должна участвовать исполнительная власть, гражданское общество, потому что у всех много идей, да, у всех фокус, взгляда со стороны может быть даже более точной, имею в виду у гражданского общества. Поэтому тут нужен широкий консенсус для этого документа. Внесение изменений в уложения, это процесс, я так понимаю, что долгий, затянется на месяцы. Ожидать ли проведения референдума, Александр Григорьевич? Спасибо за вопрос. Действительно, внесение изменений в уложения очень долгосрочная процедура, да, то есть после того, как внесена инициатива в народное собрание, еще шесть месяцев она должна рассматриваться, то есть полгода. Поэтому была поставлена задача перед депутатами в течение трех месяцев подготовить драфт, да, то есть проект внесения изменений в уложения, чтобы потом шестимесячный период прошел, то есть это уже девять месяцев. Один из главных, главных идей изменений в уложения, это будущие выборы главы ГАГУЗи, потому что там порог явки до сих пор стоит пятьдесят процентов плюс один голос. То есть учитывая, что на последних выборах народного собрания было зарегистрировано 116 тысяч избирателей, что, по моему мнению, чересчур большая цифра. Будет достаточно сложно преодолеть. Представляете, пятьдесят процентов это почти шестьдесят тысяч избирателей. Это невозможно. То есть выборы провалятся, деньги потратятся, еще и главы ГАГУЗи не будет нового. Поэтому мы, кажется, что время еще есть до будущих выборов больше года, на самом деле его нет. Поэтому эта идея тогда и прозвучала, что необходимо срочно подумать над внесением изменений в уложения. Конечно, выборы главы ГАГУЗи это всего лишь одна из капелек, которые нужно собрать в этот сосуд. Есть очень много других вопросов. Поэтому у нас осталось, по-моему, не больше месяца по сечению этих трех месяцев, которые отвело народное собрание. И мы обязаны этот документ дать для обсуждения депутатом народного собрания. К сожалению, не успеваем более детально поговорить о необходимых изменениях в этот документ важный для ГАГУЗи. Но я думаю, что мы с вами еще увидимся в нашей студии. Александр Григорьевич, я вас благодарю за участие в нашей программе. Также благодарю наших слушателей и зрителей за их вопросы. Всем всего доброго и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова